В Скопинском медицинском центре день выписки. На ноги поставили последних пострадавших в новогодней аварии. И только сейчас они решили об этом говорить. Айгуль Шаманова вспоминает, что в первые минуты произошедшего она даже не поняла, что произошло. Был сильный удар, потом крики. В момент аварии в салоне находилось 49 пассажиров. Когда мы сюда поступили в таком состоянии ужасном, здесь и медсестры, и врачи отнеслись очень хорошо. Все это было так организовано. Я очень благодарна этой больнице. Мы ездили к сестре на Новый год. И так как получилось, что решили у маленького 3 января день рождения, и мы решили второго поехать, то есть первого поехать, чтобы второго дома быть. И он хотел пригласить своих друзей. И вот так получилось, что попали в такую ситуацию. Хорошо, конечно, живы остались. Я ехала с Москвы в Астрахань на праздники. Работаю просто в Москве. Раньше жила в Астрахани. И попала вот в ДТП. Хочу вообще объявить благодарность. Большое спасибо медперсоналу Скопинского ММЦ. Они очень хорошо нас приняли. В столкновении автобуса с опорой моста погибли 5 человек. В том числе водитель. Всех остальных экстренно госпитализировали. По словам главного врача Скопинского ММЦ, несколько бригад врачей собрали в самый короткий промежуток времени. В ДТП попал рейсовый автобус. Там ехало 50 пассажиров. 22 человека, пострадавших, прошли у нас через приемное отделение. Из них 13 человек было госпитализировано. Из этих 13 трое в тяжелом состоянии. Они были госпитализированы в реанимации. Все доставлены к нам. Все выжили. Все с той или иной скоростью поправляются. Из Рязанской ОКБ пострадавших, а их трое, пока не отпускают. Все под наблюдением. Впрочем, по словам врачей, выпишут их со дня на день. Одна пациентка, к счастью, завтра выписывается. Это пациентка с тяжелой щитной мозговой травмой. И двое пациентов продолжат лечение в областной клинической больнице. Один из которых по-прежнему находится в отделении реанимации интенсивной терапии. Его состояние стабильное. И одна пациентка в отделении травматологии, которая также идет на поправку. После выписки из больниц пострадавший отправится в Астрахань, где продолжит свою реабилитацию. По словам Айгуль Шамановой, 2 января она теперь будет считать вторым днем рождения. Или новогодним чудом. Хотя ассоциировать с праздником Новый год теперь будет сложнее. Герман Гущин, телекомпания «Город». При содействии телеканала Верда ТВ.